В эфире телеканал ННТ Новости Дагестана. В студии Лариана Шамхалаева. Здравствуйте! Вначале по традиции короткий анонс главных тем. Под суд за красоту следком республики предъявил обвинение косметологу без лицензии и образования. Дорога вдоль рек и лесов. В горах Тлеротинского района появится ключевая автомагистраль. О низких зарплатах заговорили на высоком уровне. Сергей Меликов раскритиковал чиновников за размер оплаты труда младшего персонала соцучреждений. Лучшие товары в этно-стиле. В Махачкале открылась ярмарка для женщин. Подробности в выпуске. Следственный комитет Дагестана предъявил обвинение косметологу, на приеме у которой умерла пациентка. Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок, который наступил после введения обезболивающего препарата без проведения предварительного обязательного обследования. Напомним, трагедия произошла в июле этого года. Следствием установлено, что обвиняемая, не являясь квалифицированным специалистом в области медицины и не имея лицензии на осуществление данной деятельности, оказывала косметологические услуги в своей квартире, не соответствующие стандартам оснащения косметологического кабинета. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия. Красивейшие пейзажи вдоль рек и лесов. В горах Тляратинского района идет реконструкция 12 километров автомобильной дороги. Отрезок Ансух-Тлярата имеет ключевое значение для социально-экономического развития муниципалитета. Это единственный маршрут для большинства сел, связующий с райцентром. Следует отметить, что на объекте ведется устройство первой в Дагестане противоловинной галереи, а также ремонт моста. Завершить реконструкцию планируют в ноябре 2025 года, однако работы идут с опережением графика. Глава республики раскритиковал руководителей муниципалитетов за низкие заработные платы работников социальных учреждений. Речь о школах, детсадах, больницах и спортивных объектах. Напомним, что накануне глава региона побывал с рабочим визитом в Хасавюрте, где посетил одну из гимназий и пообщался не только с руководством и преподавателями учреждения, но и поинтересовался условиями работы младшего персонала. По итогам визита Сергей Меликов провел рабочее совещание, на котором уделил особое внимание вопросу повышения зарплаты работникам подобных учреждений. Руководитель региона отметил, что вопрос имеет системный характер и ответственность за его решение персонально лежит на главах муниципалитетов. Густой там гороховый суп или нет? Персонально. Каждый глава принимает такие решения. Все можете сделать. Все можно сделать. Было бы желание. Было бы желание. Самое главное – желание помочь людям. Глава региона также посетил и Доходаевский район, где побывал в известном во всем мире селе Кубачи и ознакомился с положением дел в местном художественном комбинате. Напомним, в советское время предприятие являлось ведущим в сфере народных промыслов республики, где было занято около 500 человек. В 2020 году арбитражный суд Дагестана вынес решение о его банкротстве за долги по ранее полученному кредиту. Минтуризм республики совместно с корпорацией развития взяли долговые обязательства на себя. И в июне текущего года производство по делу о банкротстве было прекращено. Сейчас появилась перспектива возрождения комбината со столетней историей. Школы будем тоже под крыло комбината переводить, чтобы у вас здесь были помещения, чтобы вы могли здесь тоже заниматься производством. Подумаем потом с Мурадом по реализации продукции, чтобы можно было деньги зарабатывать и опять в производство вкладывать. Женская ярмарка «Анниса» открылась в Махачкале. 16 по 19 октября представительниц прекрасной половины ждут лучшие товары в этно-стиле, насыщенная развлекательная и просветительская программа. На открытии побывала и наш корреспондент Айша Тухаева. Ей слово. Женское направление отдела просвещения при Муфтияти, Центр Хидояд и Женский клуб «Анниса» организовали ярмарку, на которой 42 бренда представили свои товары. Вниманию посетителей были предложены самые разнообразные товары для дома, детей, одежда и украшения. Здесь организована фудзона и кофейня. Проводятся викторины с ценными призами и мастер-классы. Те, кто приобретают товары на ярмарке, могут участвовать в последующей жеребьевке на Малый Хадж. Пообщаться друг с другом, сотрудничество наладить. Я уверена, что на долгострой. Учиться друг у друга и быть полезными друг другу. Вообще, есть мое любимое выражение – мы в этом мире друг для друга. Я думаю, что наша сегодняшняя ярмарка тому свидетельство. Посетительницы ярмарки получают массу столь необходимых женской душе приятных впечатлений. Для многих участие – возможность не только представить свой бренд, но и поддержать благотворительность. Ведь все средства от оплаты вступительных взносов пойдут на нужды исламского вуза. Это наш первый опыт. Но мы решили сюда прийти, потому что это, в первую очередь, от муфтиата. И, в вторую очередь, что уверена была, что здесь благотворительность. И еще один фактор, почему раньше не участвовала. Обычно на ярмарках бывает очень много музыки, танцев. Вот этого всего не хотелось. А здесь уверенностью пришли, что здесь этого не будет. Здесь новые знакомства, новые люди, новые впечатления. Это бесценно, это новый опыт. Я советую каждой девочке, которая хочет начать развивать свой бизнес, принимать участие на ярмарках. Так как это возможность заявить о себе, познакомиться со своим клиентом, лицом к лицу, рассказать им о своем продукте. Наша единственная цель – это объединить женщин, объединить вокруг благого. Потому что у нас здесь, помимо торговли, на каждый день составленная программа есть. Культурная просветительская программа. Мы, объединяясь, творим только хорошее, только благое. Мероприятие продлится до 19 октября. В эти дни предпринимательницы подают заявки на участие в ней. 18 октября на ярмарке «Детский день». Вся программа будет посвящена маленьким посетителям. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. И вновь столица Дагестана в центре яркого культурного события. В историческом парке «Россия. Моя история» с 19 по 22 октября пройдет Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». Каждый желающий сможет ознакомиться с именитой продукцией мастеров из Дагестана и других субъектов России. Среди экспонатов – оренбургские пуховые платки, елецкие кружево, киргизские войлочные ковры, тульские пряники и лимитированная версия самоваров «Штамп» с гербом нашей республики. В программе четырехдневного мероприятия также деловая программа и мастер-классы. Организаторами фестиваля выступают Минтуризма Дагестана и Ассоциация народных художественных промыслов России. Дагестанские таксисты могут побороться за 150 тысяч рублей и новый автомобиль. Всероссийское состязание под названием «Лучший водитель такси в России» пройдет 16 ноября при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. На автодроме столицы водители покажут плавность вождения со стаканом воды на крыше, сдадут тесты на знания ПДД, истории региона и закона о такси. Подать заявку на участие может любой желающий на официальном сайте конкурса. Победитель регионального этапа получит 30 тысяч рублей и поборется за главный приз на федеральном этапе турнира. К другим темам. Мероприятие «Спорт для каждого ребенка» прошло накануне в Доме дружбы. Его целью являлось создание мотивации для занятия физической культурой. Спикеры делились своим опытом со школьниками и отвечали на интересующие их вопросы. По окончании все желающие могли записаться в различные спортивные секции. Приглашены одни из самых лучших спикеров сегодня, которые медийные люди, которые непосредственно занимаются развитием. Каждый пришел триатлон, ультрамарафон, у которых есть последователи, клубы беговые и велосипедные. Недавно проходил марафон атлетика. Просто был ливень. Все плавали, но пришлось более 70% людей и все пробежали с большим удовольствием. И это все заслуга вот этих людей, которые ведут за собой. Ведут за собой и показывают, что бег, плавание, велосипед меняют жизнь. Сейчас нужно достучаться до сердец наших детей, чтобы они тоже полюбили бег, полюбили всем сердцем и так же занимались. Потому что любой вид спорта – это про любовь к себе. Это обязательно. И далее о популяризации спорта. Известные дагестанские дзюдоисты и тренеры провели встречу и мастер-класс для молодежи в Махачкале. Мероприятие прошло на базе спортивной школы под дзюдо имени Магомеда Джафарова при содействии городского управления образования и руководства столичной школы номер 49. Главный гость – неоднократный медалист первенств чемпионатов мира и Европы под дзюдо Магомед Магомедов. Продемонстрировал ребятам приемы, не раз выручавшие его на соревнованиях. Отважно, что в мероприятии принимает участие также заслуженный тренер России, известный чемпион по данному виду спорта Джафар Джафаров, а также президент федерации дзюдо Ирасхан Джафаров. Символично, что данное мероприятие для наших столичных ребят проходит в такой дружеской, братской атмосфере. Здесь проходят сборы с участием представителей из Казахстана, Киргизии, которые съехались на нашу родину, чтобы позаимствовать опыт, чтобы поучаствовать в сборах. Говорили спортсмены также о духовно-нравственном и патриотическом воспитании, пропаганде здорового образа жизни, стремлении к знаниям и созидательному труду. Команда Верховного Суда Республики выиграла футбольный турнир памяти Мусы Мусаева. Ежегодные соревнования в честь федерального судьи по Кировскому району прошли в Махачкале. Об основных итогах в сюжете Курбана Рагимова. Традиционный турнир памяти Мусы Мусаева в этом году собрал 8 команд. Игры стартовали с группового этапа. По регламенту два лучших коллектива выходят в стадию плей-офф и разыгрывают путевки в финал. Спортивное мероприятие семья Мусаевых проводит в 14-й раз. Для нас это повод собраться, вспомнить нашего отца. Здесь все близкие люди наши на турнире и играют, и присутствуют, и собираются. У нас такой, как сказать, домашний, уютный атмосферный турнир, где собираются все люди, которые когда-то вместе работали, и кто вместе сейчас работает, коллектив, кто с отцом работал, вспоминает, поддерживает этот турнир. Турнир прежде всего товарищеский. Но, несмотря на это, на поле царит острая конкуренция. В финал пробились команды Верховного суда Республики и спортобщества «Кунаки». Основное время завершилось в ничью. Судьба кубка решалась в серии после матчевых пенальти. Здесь футболисты Верховного суда были точнее. Трофей достанется им второй год подряд. Игры призваны не только определить сильнейшую команду. Для участников и гостей турнира, среди которых представители судебной системы и правоохранительных структур, эти соревнования служат хорошим поводом собраться и вспомнить своего друга. Жизнь Мусы Мусаева трагически оборвалась на 45-м году. Он погиб в автоаварии. Муса был нашим очень близким другом. Мы много лет с ним играли и в футбол, и в волейбол. И на охоту ездили, и на рыбалку ездили. Это был человек, который очень любил жизнь, очень любил друзей, очень любил свою семью, детей. Это был удивительный человек. Поэтому мы считаем, что то, что мы проводим турнир его памяти, это очень большое дело. Поэтому я думаю, что все, кто сегодня собрались, это дань памяти нашего друга Мусы. Победителей турнира наградили памятными кубками и медалями. Также учреждены призы в индивидуальных номинациях. Юбилейный 15-й турнир организаторы планируют провести в расширенном масштабе. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова